Мои витания всем глядачам, то я предпосла к вам канала «Сейчас». Я Олена Кырак и рада видать разом земную на стриме Камикадзе Ди, русийский опозитивный блогер, журналист Дмитро Иванов. Дмитрий, рада видеть, приветствую, благодарю, что нашли время и возможность поделиться своими мыслями с нашими зрителями. Здравствуйте, Алена, спасибо, что пригласили. Начать нашу с вами сегодняшнюю беседу хочу с сообщения о том, что в Москве возобновились массовые облавы на призывников. Сообщают об этом российский телеграм-канал. В частности, пишут о том, что сотрудники полиции проводят массовые облавы на людей призывного возраста. Их задерживают дома, на улице, в метро, после чего доставляют в отдел или на сборный пункт. Перед началом облавы призывникам, мол, приходили даже сообщения с МОСРУ или электронные повестки. Северокорейских солдат сейчас для российской армии не хватает все-таки? Мало того, что их не хватает, а в их профессионализме уже вовсю иронизируют украинские солдаты. Они говорят, что ничего сложного в том, чтобы избавиться от северокорейских солдат нет. Точно так же, как и от пущенного мяса из России. Может быть, даже пущенное мясо из России опытнее, потому что оно хотя бы представляет местность, представляет, что там происходит. А северокорейцы не в состоянии. Касательно призывников в Москвобаде, я думаю, что это правда. То есть и облавы есть, и запрет на выезд из страны тоже есть, и предупреждения есть. И вообще вот эта атмосфера милитаризованности докатилась и до столицы России. Это, конечно, свидетельствует о нехватке солдат, о нехватке персонального состава. Но при этом надо осознавать, что даже если мобилизация пройдет успешно, это не будет означать качественного изменения русской армии. Ничего там не делается. Вот опять же, про Севастополь, я надеюсь, мы поговорим. Про успешную ликвидацию террориста русского, там сегодня были приятные новости. Просто хотел, отталкиваясь от этой темы, порассуждать о профессиональных качествах. Уже давно подтверждают, что американская, что британская, что украинская разведки, что высококвалифицированных солдат в русской армии не осталось. Я сейчас не говорю про то, что они были не такие жестокие, не такие палачи. Нет, они были такими же палачами, но это были опытные солдаты. Опытные, которые имели за плечами определенный стаж и представление о том, как воевать против Украины. Сейчас их нет. Они были потрачены в первые месяцы войны. И бездумно закидывать пушечным мясом фронт, это единственное, что может Россия, она это доказала. И вот пока она закидывает пушечным мясом фронт, параллельно летят ракеты, дроны. Вот, кстати, сегодня впервые за 73 дня по Киеву смешанный удар из разного типа ракет и дронов. И по сообщениям пока что все успешно отражено. Я вот все эти сообщения о призыве не рассматриваю вообще никак, потому что это течение времени. Как была первая волна могилизации, так она и не прекращалась, продолжалась. Потому что качественного обучения нет. Но вот каждый раз нам рассказывают эти плененные русские, что нас кинули там 3-4 дня, подержали в какой-то воинской части и все, и отправили уже непосредственно на передок. Какая может идти речь о подготовке? А, вот, опять же, операторов дронов отправляют в штурмовые отряды. Это тоже показатель нехватки солдат, нехватки пушечного мяса. Опытных дронов, это подтверждают, опять же, украинские солдаты. Они, понятное дело, презирают русскую армию, но они понимают, кто где опытный и кто где чем занимается. И вот они рассказывают о том, что операторы дронов, так называемые дронщики, теперь все чаще заполняют собой штурмовые отряды. Это все свидетельствует о нехватке солдат в России. А вот относительно мобилизации, Путину ее все-таки будет объявлять или нет? Вот почему начали мы с темы облавы на призывников в Москве? Все-таки Москва достаточно чувствительный регион. И вот не является ли это таким маркером, что все-таки в каком-то обозримом будущем Путин объявит эту мобилизацию? Как это было осенью 2022 года? Путин не будет никогда озвучивать непопулярные решения. А мобилизация в Москвобаде это, естественно, непопулярное решение. Путин объявлял о мобилизации в 2022 году на волне вот этого духоподъемного чего-то. Путин объявлял мобилизацию на волне иллюзий духоподъемных о том, что и Киев за три дня возьмем, и даже если не возьмем, то потом все равно мы победим. И украинское военное руководство-то пойдет нам навстречу и прочее, 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 не соотносящиеся с реальностью. Но тогда это были абсолютно другие времена. Тогда, если вы помните, люди валили тысячами в Казахстан, в Грузию, а потом возвращались. Как будто это все игра, как будто это понарошку, как будто вот я в домике, вот я вернулся. Смотрите, нет, это так не работает. Если вы ассоциируете себя с государством-террористом, то оно будет вами пользоваться, естественно. Чем нынешняя волна, если так это рассматривать, отличается от волны 2022 года, да кучей причин. Никаких белых латкалин, давайте начнем с экономической составляющей. Никаких белых латкалин, никаких реальных компенсаций и выплат, только болтовня и пустые обещания. Сплошь и рядом нам рассказывают эти контрактники русские, что их кинули, их семьи кинули, никаких денег, никакого статуса инвалидности. Боевое ранение оказывается уже и не боевое, а полученное в результате несения чего-то там гражданского. То есть это экономическая составляющая, тотальный упадок в плане торговли. На фоне снижения цен на нефть еще и куча санкций привалила с 2022 года. Китай увеличил тарифы на ЖД-перевозки. Много-много всего я могу перечислять. Давайте просто какую-то веху поставим. Экономически Россия в куда более плачевном состоянии, чем была в 2022 году. Второе. Дух. Вот эта духоподъемность. Она вообще на нуле. Да, по привычке русские говорят, мы победим, а то сейчас еще и Трамп нам как-то поможет. Как им Трамп должен помочь, совершенно непонятно, что они себе там нарисовали в голове. Пусть лучше посмотрят на кабинет, который, кабинет министров и всяких там чиновников, которые Трамп назначает. Будет что обсудить. Очень любят они это обсуждать, как будто для России что-то изменят. И сарафанное радио, которому реально верят в России, оно столько новостей из рядов русской армии уже понаприсылало. И про то, как преступные командиры отправляют на убой. И про то, как вымогают деньги, чтобы оставить тебя в тылу. И про то, как ты оператор дрона, а тебя кидают в штурмовые отряды. И многое другое. Абсолютно насквозь токсичная атмосфера. Вы послушайте, что говорят русские про северокорейских солдат. Что говорит Аптия Лаудинов про северокорейских солдат. Опять же, междоусобицы в воинских частях между кадыровцами и русскими. Между так называемыми ополченцами, на самом деле это террористы в оккупированных регионах Украины, и кадыровцами. Это все свидетельствует о том, что русская армия – это бочка с порохом, в которой, кстати, эти северокорейские солдаты могут сыграть не последнюю роль в плане подрыва этой бочки с порохом. И третий фактор – положение дел в России. Что в России сейчас происходит? Да сплошь и рядом преступления мигрантов. Даже если не смотреть на прорывы, которые сейчас начнутся традиционно в России, там чуть холода, все, трубы прорываются, гейзеры из-под земли фекальные начинаются, чудеса света. Вон там в Нижегородской области семь фекальных озер разлилось, и об этом снимают репортажи с придыханием. Я думаю, что все это свидетельствует о истощенности России, о том, что она находится между Сциллой и Харибдой. Может быть, неудачное сравнение, но в плане того, как сдавливает Россию Украина и ее союзники, и параллельно изнутри Россия сдавливается мигрантами, это вполне себе приведет к коллапсу. К коллапсу России по разным направлениям. Поэтому, конечно, то, что сейчас бы Путин мог бы озвучить эту волну могилизации новую, повлияло бы на его рейтинг, а это все, что интересует Владимира Путина. Он внимательно отслеживает настроение народа, и настроение народа сейчас – ура, шапка закидательские. Мы победим, но мы не будем анализировать, как мы победим. Мы выстоим, хоть у нас нет ресурсов, но мы не будем об этом задумываться. То есть, вопреки здравому смыслу, вопреки логическим выводам, вопреки сводкам военных экспертов, в головах у населения России есть иллюзия победы государства-террориста. Но у Путина такой иллюзии нет. Он просто тянет время, ждет как можно дольше. Для этого совершенно не важно, какого качества будут солдаты набранные в «Москва-Бадили» или в каком-нибудь «Гуч-Хрустальном». Это не важно. Дмитрий, а Путин боится прихода Трампа? Ну, вернее того, что Трамп пришел и стал президентом? Да, я уверен, что боится. И в первую очередь из-за неизвестности. Если Байден уже доказал, что он может помогать, но это происходит все с таким скрипом, с таким политическим душком медлительным, то чего ожидать от Трампа, который своей целью, я напоминаю, поставил отрицание политики Байдена? То есть это непредсказуемое что-то для Путина. А Путин терпеть не может непредсказуемости, как и любой НКВДшник, КГБшник, ФСБшник. Они действуют только проверенными методами. Ничего нового они в этой войне против Украины не сделали. Ни в плане переселения людей, ни в плане искусственного заселения оккупированных территорий другими людьми. Все те же дагестанцы в Мариуполе. Причем тут дагестанцы и Мариуполь. Но Россия заселяет Мариуполь дагестанцами. Ну и, конечно, Трамп это в первую очередь точечные действия. Точечные яркие популистские действия. Мы это видели, как сейчас модно говорить. Я не буду это произносить слово. В течение его прошлого президентского срока. Мне неприятно слово «каденция». А вчера даже раскричался в ролике, зачем все говорят «каденция». Раньше спокойно обходились президентским сроком. Так вот, Трамп во время своего прошлого президентского срока, помимо того, что поставил Украине летальное оружие, дал разрешение на это, уничтожил генерала Сулеймане, главу корпуса стражи исламской революции, сделал много чего яркого и запоминающегося, он еще не потерпит того, что будут топтать его популистские намерения. А у Трампа этот популизм был основным лейтмотивом избирательной кампании. И, конечно, от него ждут избиратели того, что он что-то из этого популизма притворит в жизнь. Ресурсы, разумеется, у Дональда Трампа на все это есть. Падение цен на нефть, я уверен, пугает Путина больше всего. Потому что он не считает уничтоженных наших мальчиков, ему плевать, сколько там их погибло. Он все думает компенсировать мигрантами этой рабочей силой. Почему-то он считает, что мигранты станут работать в пользу российской экономики, хотя, конечно же, их не интересует российская экономика. И Путин загнан в угол, надо еще и из этого исходить. У него нет вариантов, поэтому он боится любого шороха нового. Вот этот вброс про звонок Трампа Путина, который потом не подтвердился из Белого дома, прислали четкий перечень людей, с которыми Трамп, не знаю, в первые 24 часа после победы на выборах созвонился. Там был Владимир Зеленский, к слову. Там были другие западные лидеры. Но Путина там не было. Соответственно, кто-то вбросил это. И для чего? Да просто для придания солидности Путину. Опять же, когда Трамп позвонит Путину или Путин позвонит Трампу, неважно. Это ускорит процесс понимания Трампом, что Путин врет. И что никаких гарантий безопасности, вот как сейчас рассуждают, демилитаризованная зона, еще какие-то способности договориться с Россией, это не будет иметь никакой реальной базы. Да, можно на бумаге все, что угодно написать. И подпишет это Лавров или, может быть, даже сам Путин подпишет. Но на деле Россия никогда не соблюдала международных договоренностей, конвенция о защите прав человека. Вот сегодня новые удары по Киеву. Вчера бомбили Кривой Рог, позавчера Николаев, Запорожская область. Какая к чертовой матери демилитаризованная зона? Да, я понимаю, чтобы поболтать и дать какой-то люфт, время для перенастройки помощи Украине, возможно, это понадобится Трампу. И, скорее всего, он будет в этом направлении действовать. Но это все разобьется о том, что Россия государство террорист. И ее вот просто корячат. Знаете, как террористов Ирана и всех их прокси корячат. Они не могут не бить по Израилю, они не могут успокоиться. Точно так же и Россия. Она не может успокоиться, потому что она больше ничего не умеет. А что-то-то надо делать. Все заводы уже перенастроены на военную экономику. Если их обратно перенастраивать, это вызовет еще больше проблем. Идет укропнение, слияние, в том числе и Роснефти, хоть это Сечин отрицает. Но это просто свидетельство о том, что деньги заканчиваются. И, естественно, Трамп следит внимательно. Слабая Россия или сильная Россия. Си Цзиньпин следит внимательно. Слабая Россия или сильная Россия. И все указывает на то, что Россия слаба как никогда. И что выслушивать какие-то ультиматумы от России или идти в выгодные ей условия нет никакого смысла. С какой стати ты, будучи властителем мира сего, как США или Китай, будешь обращать внимание на какого-то бегающего у тебя под ногами, да даже не бегающего уже, а ползающего гопника, который скулит. Что ты говоришь, обрати на меня внимание, давай будем как раньше все делать. Да не будет как раньше уже. Это сказали даже не в администрации Байдена или Трампа. Это просто сказали западные компании, которые свалили из России, заявив, что с таким ненадежным партнером дело иметь в себе дороже. Из России просто высасывают ресурсы, помогая обходить антироссийские санкции. И на этом варят бабло. Все. Дмитрий. Это действующий начальник штаба 41-й аббригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота РФ. Собственно говоря, как прокомментируете это? И тут это, знаете, еще интересно в разрезе недавнего интервью Патрушева, который говорил о том, что Черноморский флот РФ никаких уронов не понес в этом Черноморском регионе. И не верьте информации в западных СМИ, все хорошо у России, с кораблями, с подлодками, в которой... Да вот с головой у Патрушева не очень хорошо, видимо, да. Ну, как минимум на 25%, и это еще давнишние сведения. Это я уже давно не смотрел, что там по-новому. Иногда люблю долго не смотреть и бац и взглянуть, что там на счетчики генштаба ВСУ. Или что там на счет Черноморского флота. Я уверен, уже там идет к 30% дела и прочее. К сожалению, нет подтверждения от Украины, что это Украина уничтожила этого Транковского. Поэтому у меня, разумеется, здесь первый вывод, если это сделала Украина, значит Украина в полной мере контролирует оккупированной России свои территории. Это очень хорошо. Есть рычаги влияния, давления на таких, как Транковский. И то же самое происходит, если верить этому, под Москвабадом, когда устранили Киеву. То есть, но у меня никаких подтверждений нет тому, что это сделала Украина. Поэтому более вероятный для себя здесь вариант – это грызня в самой России и среди ее чиновников. Ну, опять же, как только заявят в Украине, что это мы в результате успешной операции разведки или, ну, я не знаю, какой структуры, когда мы уничтожили Транковского, взорвали его автомобиль, я скажу, вот какие молодцы, спасибо большое, слава Украине. А я так говорю, просто слава Украине, потому что Россия сама себя уничтожает. Она переваривает, летят из окон топ-менеджеры нефтяных компаний, взрывается Владлен Татарский, уничтожаются еще какие-то там Z-военкоры, патриоты, убивают Пригожина, ну, по официальным данным. И многое другое. Так что я думаю, уничтожение Транковского с огромной долей вероятности – это разборки внутри Черноморского флота, внутри российского командования. И это хорошо с такой токсичной атмосферой, не о какой единой политике, о едином фронте. Говорить не приходится. Каждый тянет одеяло на себя, каждый хочет сбежать от ответственности за распил бабла, которая в результате коррупционных схем была своровано. И Транковский – просто очередной винтик. Так же, как и Киева, которого уничтожили. Вот так я думаю на эту тему. Но с нетерпением, конечно же, жду подтверждения от Украины, потому что Украина, она в Курской области дронами вытворяет то же, что у себя на территории. То есть, что называется, полностью владеет ситуацией. Подчинила себе полностью этот боевой фронт. Поэтому хочется, конечно, видеть, что и в Крыму Украина имеет безграничную власть над русскими террористами и их жизнями. Время покажет. Будем ждать официального подтверждения. Да, вот по состоянию на 12.00, 13 ноября, 12.00 по киевскому времени, пока мало информации на самом деле. Будем ждать развития событий. И, собственно говоря, какая из версий подтвердится, уже будем потом по факту обсуждать. Дмитрий, тут еще вот в разрезе экономики и нефтегазовой сферы, о которой вы уже упомянули, появилось какое сообщение. Путин разрешил еще двум крупным нефтегазовым компаниям засекретить финансовые показатели. Компании «Сургутнефтегаз» и «Новотек» получили право самостоятельно определять объем раскрываемой информации, включая финансовые показатели. О чем это свидетельствует? Расширяется список тех компаний нефтегазового сектора, которые скрывают эти все показатели. Это нужно для того, чтобы беспалевно все перешло Игорю Сечину, чтобы эти финансовые схемы не были бы, что называется, на слуху, на виду, и тем самым это позволило бы незаметно помочь другу Путина с укропнением его и так уже монополии. Я напомню, как Сечин отворовал ЮКОС у Ходорковского через какую-то подставную кампанию и до сих пор это официально не подтвердилось. То есть для Сечина очень важно, чтобы в нем не видели какого-то мошенника, преступника. Но опять же, даже вся эта мнимая показуха не дала Сечину возможность открывать счета в Арабских Эмиратах, я напомню. Не в состоянии Роснефть, там ничего открыть, никакой счет. И это хорошо, но при этом Путин ничего нового придумать не может. Они перераспределяют и передают, перераспределяют и передают. Там никаких не может быть иных выводов, потому что все, что интересует Путина и его приближенных, это сохранение власти и денег. Вот и все. Учитывая, сколько информации есть у Сечина на Путина, а у Путина на Сечина, они в одной связке работают и, соответственно, гасят всех, кто может им как-то помешать. Путин помогает Сечину, а Сечин Путина. И попытки скрыть финансовые отчетности просто указывают на то, что без шума и пыли переступают федеральное антимонопольное законодательство. Вот и все. Чтобы не было, опять же, на международном уровне, ведь все-таки торгуется жижа русская, торгуется в обход антироссийских санкций, этими теневыми танкерными флотами Путина, но все равно торгуется. И чем меньше там скандалов с этим связано, тем лучше. Поэтому Сечин хочет все незаметно обстряпать. Накануне информационные паблики сообщили о том, что в Абхазии вспыхнули протесты с соглашением о сотрудничестве с Россией. И абхазские силовики задержали пятерых активистов оппозиции, которые выступали против ратификации этого соглашения. В рамках документа нашим зрителям напомним, что российским компаниям предоставляется право реализовать проекты на территории Абхазии и получать в собственность землю и недвижимость. Скажите, пожалуйста, вот насколько может обостриться там обстановка? Ненасколько. У Путина нет на это ресурсов. Он просто подлинка, гаденька, как и положено представителю государства террориста, проверил. Ну что, Майя Санду победила? Да, победила Майя Санду. Ну давайте, запускаем дебильный процесс в Абхазии. Ни на что не повлияет. Кроме того, у Путина нет уже никаких ресурсов, чтобы еще и в Абхазии что-то там задействовать. Он перебрасывал, я напомню, своих солдат даже из Калининградской области на территорию Курской области. Настолько уже идет катастрофическая нехватка. А в Калининградской области, между прочим, солдаты НАТО через несколько десятков километров проводят учения со стороны Швеции. Это тоже все надо осознавать и просто смотреть на это вкупе. У Путина истерика, он пытается удержать те регионы, которые уже не в состоянии удержать. И я бы, кстати, хотел посмотреть на то, как российские компании приходят в Абхазию, там создают какие-то свои базы, закупают недвижимость. Русских в Абхазии ненавидят. Отношение к русским туристам в Абхазии хуже, чем к, я даже не знаю, кому, даже с чем сравнить, совершенно непонятно. Это просто вот ты приехал, мы тебя обуем, мы тебя накормим так, что ты от ротовируса оправиться не сможешь. Ну и опять же, посмотри на нашу красивую природу. Вот и все, что может предложить Абхазия русским. Это тоже надо иметь в виду. Это, знаете, как была иллюзия несколько лет назад, по-моему, 10 лет назад, когда на рынок Персидского залива пришли российские компании и параллельно с ними китайские. И вот все думали, ну все, сейчас Россия, Китай поделят этот рынок. Нет, Россия там просто как сбоку припек, а она ничего не добилась абсолютно. А Китай наоборот смог, укрепился, развился. И поэтому сейчас Китаю, ну я опять же все о своем, о уничтожении России, Китаю невыгодно держать такого игрока, даже такого, как Россия на нефтяном рынке. Она будет выкинута. А в Абхазии, ну, понимаете, это не просто терра инкогнито. Это земля, где будет неудобно российским предпринимателям. Невыгодно и неудобно. Там неналажена инфраструктура. Просто сказать, что там какой-то бизнес будут развивать. Какой бизнес там будут развивать? Под боком со стороной НАТО. Какой бизнес? Дмитрий, еще одна интересная тема о социальных процессах в России, о ценах, которые растут. Несколько недель назад обсуждали повышение цен на сливочное масло и то, что его импортируют. В Минпромторге РФ заявили, что сейчас ситуация стабильна, но тем временем крупнейший производитель молока в России предупредил о росте цен. Компания Вимбельдан говорит о том, что будут повышаться цены с 1 ноября. И тут включается целый генпрокурор РФ Краснов, который поручил проверить цены на молоко на фоне сообщений о повышении его стоимости производителя. Теперь уже прокурор будет заниматься вопросами ценообразования в России? Краснов, в первую очередь, не прокурор генеральный, а старший следователь, который завел дело Немцова в тупик. Никаких других ассоциаций с генпрокурором Красновым быть не должно. Это обычная шестеренка, которая обеспечивает функционирование террористического режима, именно его террористической составляющей. Поэтому, ну, они что-то врут. Бастрыкин говорит постоянно, беру дел на личный контроль. Кстати, в последнее время перестал говорить это, но раньше же постоянно говорил, там на личном контроле у Бастрыкина несколько тысяч дел. И не думаю, что большая часть из них куда-то вперед продвинулась. То же самое и с заявлениями Краснова, что он там проверяет. Ну, это рука рынка, которая плевать хотела на этих Красновых, Путинах, Трампов и Илонов Масков. Она просто действует по ситуации, потому что это рынок. И в России рынок, естественно, не капиталистический, поэтому говорить о каких-то естественных процессах не приходится. Там все извращено. И если мы понимаем, в России производителям не сладко приходится, и когда вырастают цены на масло сливочное, то идет не помощь российскому потребителю или российскому производителю налаживание логистики, ведь это основная составляющая. Не снижение цен на бензин, чтобы грузовички дешевле могли привозить эти пачки сливочного масла в магазин. А идет закупка сливочного масла из Ирана, Индии и Турции. Ну только вдумайтесь, это сверхдержава, которая закупает масло из Индии. И не только масло, там и другие молочные продукты на подходе из Турции. Видимо, они так хотят снижать цены. И они снижают таким образом цены. Но это не снижение цен. Это, что называется, уничтожение и без того подорванного сельского хозяйства в России. Потому что, вот когда, яркий пример, ушел Макдональдс из России, взвыли сельхозпроизводителя. Потому что Макдональдс был одним из самых надежных, самых хорошо разработанных заказчиков, у которого логистические цепочки были. И он обеспечивал всем этим сельхозпроизводителям возможность сбыть товар выгодно. Россия не в состоянии обеспечить возможность сбыть товар выгодно этим производителям. Те говорят, нам очень дорого доставлять это до ритейла. Нам очень дорого во все ваши перекрестки, пятерочки, что-то доставить. А им в ответ, ну значит снижайте цены. Да мы не можем снижать цены. Вот вам кредиты под огромное количество процентов. Ну что это за кредиты? Мы знаем про сельхозкредиты в России. И в результате единственный выход это закупить по дешевке с запада. Ну или откуда там, не с запада уже, из других стран, не западных. Это просто очередной гвоздь в крышку гроба российской экономики, составляющей сельхозпроизводителя. И помощь, опять же, вот турецкое масло закупают. Это помощь стране НАТО. Русские жрут масло из страны НАТО и помогают НАТО. Было очень хорошо. Да, интересная ситуация вырисовывается. Дмитрий, благодарю вас, как всегда, за интересную беседу, за интересный разбор текущих событий. Всегда вас рады видеть на нашей YouTube-платформе. До скорых встреч. Спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова